Олег, родившийся в Украине, большую часть своей жизни проработал в приюте для животных в Южной Африке. Будучи ветеринаром и фотографом-любителем, Олег часто патрулировал местность со своей камерой, запечатлевая красоту и сущность дикой природы. Однажды, проезжая днём по африканской саванне, он пережил событие, которое навсегда изменило его жизнь. Вдалеке Олег заметил льва, прятавшегося в кустах. Это было редкое зрелище, и Олег никогда раньше не был так близко к такому дикому животному. Как правило, он давал животным успокоительное, чтобы они были спокойны и находились в безопасности во время процедуры. Как только лев заметил Олега, он забеспокоился и попытался встать. Олега охватила паника, и он инстинктивно направил ружьё на льва, уверенный, что тот собирается напасть на него. Однако лев ничего не делал, казалось, он был не в состоянии пошевелиться. В этот напряжённый момент Олег заметил нечто важное. Лапа льва попала в капкан. Вид лапы льва, попавший в капкан, дал понять, что животное испытывает сильную боль и не может пошевелиться. Олег почувствовал смесь облегчения за свою безопасность и ужаса от того, как бесчеловечно было поймано это великолепное существо. Он был уверен, что за это злодеяние ответственны браконьеры. Регион был охвачен браконьерами, которые устанавливали эти ловушки для поимки ценных животных, незаконно продавая их шкуры, зубы и когти. Они не делали различий, ставя ловушки на львов, на слонов из-за их бивней, на крокодилов из-за их шкур, на антилоп из-за их рогов и на многих других животных. Бесчисленное количество животных убивали ради наживы, и этот бедный лев вот-вот должен был стать очередной жертвой безжалостных браконьеров. Понимая всю серьезность ситуации, Олег понимал, что должен действовать быстро, пока браконьеры не вернулись. Ему нужно было спасти бедное животное как можно скорее. Собравшись с духом, он решил подойти ко льву и посмотреть, сможет ли он подобраться достаточно близко к ловушке, чтобы освободить его. Однако, когда он подошел ближе, испуганный и страдающий лев зарычал на него и ударил одной из своих массивных лап, демонстрируя как свою силу, так и страх. Поняв, что львица не позволит ему приблизиться без боя, Олег быстро отступил. Его профессиональный опыт позволил ему заметить еще одну важную деталь. Когда львица напала, он заметил, что ее живот, особенно соски, были набухшими и полными молока. Это указывало на то, что поблизости у нее были детеныши. Детеныши не могли выжить без матери. Другие хищники могли найти их, причинить вред или даже убить. Олег понимал, что должен действовать быстро, чтобы детеныши не умерли от голода или не пострадали. Но львица была так агрессивна, что подойти к ней напрямую не было никакой возможности. Добросердечный мужчина понял, что у него остался только один выход. Он должен был найти львят и привести их к матери. К счастью, Олег знал, что медвежата не могли уйти далеко от своей попавшей в ловушку матери. Будучи опытным следопытом, он начал искать следы медвежат в окрестностях. Пройдя по следу небольшое расстояние, он услышал многообещающие звуки и обнаружил трех львят, спрятавшихся в высокой траве и звавших свою мать. Олег быстро и осторожно поднял львят, бережно, но крепко держа их, и направился обратно к львице, попавшей в ловушку. Как только львица-мать увидела своих львят, она снова зарычала и предприняла отчаянные попытки освободиться, движимая материнским инстинктом. Опасаясь, что она может еще больше пораниться, Олег осторожно опустил львят на землю. Они тут же подбежали к матери. Их маленькие тельца быстро двигались по траве. Тем временем Олег осторожно приблизился к львице и заговорил с ней спокойным и успокаивающим голосом. Его обширный опыт общения с животными научил его, что этот метод часто успокаивает попавших в беду существ. Ему нужно было донести до львицы, что он не хотел причинить ей вреда и хотел помочь. Постепенно почувствовав, что Олег не представляет угрозы, львица успокоилась. Когда львята наконец добрались до нее, она легла и позволила им покормиться, заметно расслабившись. Олег наблюдал с безопасного расстояния за воссоединением семьи. Он был рад, что львята вернулись к своей матери, но все еще не был уверен, как освободить львицу. Он постоял там некоторое время, продолжая говорить с ней успокаивающим тоном, надеясь завоевать доверие. Он не знал, как долго она была в ловушке, но было ясно, что ей нужна еда. Олег быстро побежал к своей машине, чтобы посмотреть, есть ли у него еда. Не найдя ничего подходящего, он решил обыскать местность. После недолгих поисков он нашел тушу зебры. Хотя мяса осталось немного, он знал, что этого будет достаточно. Храбрец отрезал от зебры большой кусок мяса и вернулся к львице и ее детенышам. Большая кошка, теперь уже менее агрессивная, наблюдала за Олегом, когда он бросил мясо в пределах ее досягаемости. Львица нерешительно встала, понюхала мясо и начала есть. Олег, понимая, что это его шанс, достал из машины ружье с транквилизатором. Когда львица отвлеклась на мясо, он тщательно прицелился и выпустил в нее стрелу с транквилизатором. Как только транквилизатор подействовал, он осторожно подошел к ней, высвободил ее лапу из ловушки и начал затаскивать в кузов своего грузовика. Олег был так сосредоточен на своей задаче, что не заметил приближения других львов. Когда Олег пытался поднять львицу, он вдруг понял, что его окружили другие львы. Он медленно поднял голову и увидел их всего в нескольких метрах от себя. Но вместо того, чтобы напасть, они стояли и наблюдали. Один из львов подошел прямо к Олегу. Оцепеневший от страха, но полной решимости сохранять спокойствие, Олег ждал, не двигаясь. К его удивлению, лев начал тереться о него, как будто понимая, что он помогает их раненому товарищу. Через мгновение львы исчезли вдали. Невероятная встреча лишила Олега дара речи. Наконец, ему удалось погрузить львицу и ее детенышей в свой грузовик. Быстро сев за руль, он поехал в сторону заповедника дикой природы. В голове у него проносились мысли о необычных событиях, свидетелем которых он только что стал. По прибытии другие ветеринары бросились на помощь. Они сразу же начали лечить львицу, а Олег наблюдал за этим с облегчением и надеждой. Прошло некоторое время, и львица полностью поправилась. Во время выздоровления она и ее львята все больше сближались с Олегом, часто подходили к нему и проявляли признаки привязанности. Несколько месяцев спустя пришло время выпустить львиное семейство обратно в дикую природу. Прежде чем расстаться, Олег в последний раз сердечно обнял львов. Это был горько-сладкий момент, когда он наблюдал, как они возвращаются в свою естественную среду обитания, зная, что он оказал неизгладимое влияние на их жизнь. Шли годы, и Олег больше никогда не видел львов. Его жизнь продолжалась с той же страстью и преданностью дикой природе. Однажды, проезжая по саванне, он заметил львиный прайд, отдыхавший под деревом. Он остановил машину на почтительном расстоянии, наблюдая за ними со смесью любопытства и ностальгии. Один из львов поднял голову, пристально посмотрел на него, а затем направился к нему. Сначала Олег почувствовал волну напряжения, не желая, чтобы на него нападали. Но когда лев приблизился, он узнал его. Это был один из львов, которых он спас четыре года назад. Удивлённый и обрадованный, Олег понял, что лев помнит его. Затем львица и другие львята, теперь уже взрослые, тоже подошли к нему. Львица потёрлась о него головой и начала нежно облизывать. Олег улыбнулся. Его сердце было полно радости, когда он нежно гладил и обнимал львов, которых когда-то спас. Он был невероятно счастлив. Львы вспомнили человека, который спас их от неминуемой гибели. Возвращаясь к своей машине и направляясь домой, Олег размышлял о невероятной связи, которая установилась у него с этими великолепными созданиями, и о том глубоком влиянии, которое они оказали на его жизнь.